Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встречи с вами. И сегодня я продолжаю анализ тех предложений и дополнений, изменений, которые хотят власть внести в Конституцию на основе референдума, который будет проходить 5 июня этого года. И хочу отметить, что после принятия Конституции 1995 года, после совершения переворота конституционного, который совершил Нурсултан Назарбаев, государственного переворота, Конституция претерпела ряд изменений. В прошлый раз я вам говорил, сколько раз Нурсултан Назарбаев со своими помощниками изменял Конституцию и чего он в конечном итоге добился. Ну вот краткий анализ показывает, что все изменения в Конституции как раз входили в статьи 40-й, начиная с президента, ну и заканчивая парламентом. Вот в этих статьях заканчивались все реформы, изменения, дополнения, поскольку Нурсултан Назарбаев и его приспешники искали ту систему, которая будет отстраивать и обеспечивать его безграничную, бессрочную и беспредельную власть в Казахстане. В конечном итоге он добился своего и после того, как произошла замена, естественно, любая власть говорит о том, что она начнет какие-то перемены для того, чтобы народ мог поверить, что будут какие-то реформы, будут изменения. И это все накладывает определенный отпечаток на власть. Поэтому только Токаев объявил о том, что будут перемены для того, чтобы получить какие-то дивиденды от населения, от избирателей, поскольку не за горами будут и следующие выборы президента. И он хочет именно показать, что он реформатор. В прошлый раз я вам конкретно на примерах показал, какую фальсификацию делает система власти под руководством нынешнего президента и где они обманывают народ Казахстана. И сегодня я хочу продолжить. Мы закончили в прошлый раз с вами рассматривать статьи, связанные с главой государства, с президентом. Сегодня мы переходим к следующему этапу – парламент. Какие же изменения сегодня предлагает Токаев и его команда? Первое – все средства массовой информации говорят, что он в этом плане реформатор, он хочет сделать сильный парламент. Вместе с тем он сокращает число депутатов, приводит даже примеры. Но я хочу немножко отрезвить и тех людей, которые стараются преподнести все, как будто какие-то реформы. А это еще раз повторюсь, есть не что иное, как бег на месте, топтание на месте. И это оно действительно так. Когда была принята Конституция 1995 года, в то время депутатов избирали по мажоритарной системе. То есть людей избирали по одномандатным округам и избирал действительно народ. Люди горославля за конкретного депутата. И в тот момент у нас было 67 депутатов. Из них 7 депутатов – это были депутаты, которые назначал президент. Оставалось 60 депутатов. Я взял 18 миллионов, поделил на 60. Получилось 300 тысяч человек по округу. И вот 61 мандатных округов в Казахстане было с населением в среднем, равнозначное по этим округам. И люди голосовали, избирали депутатов. Была связь между депутатами и избирателями. Но эта система, конечно же, не нравилась руководству, лично президенту Казахстана. И он начал работу по притворению в жизнь избрания депутатов по пропорциональному принципу. Что это такое? Значит, партия выдвигает своих кандидатов в депутаты. И объявляется такой режим, что партии борются за первенство в этом марафоне депутатском. Получает свои проценты. Но, естественно, под эти проценты получаются и голоса. Впервые такой смешанный вариант выборов был использован Нурсултаном Назарбаевым в 2008 году. Ну, тогда было 10% по пропорциональному принципу, по одномандатному, по общенациональному округу. А 90% было депутатов избрано по одномандатным округам. То есть еще сохранялась какая-то преемственность, и депутаты могли быть ответственными перед своими избирателями. И депутаты, выезжая на места, видели, как живут люди на местах. И, собираясь на сессии, конечно же, делились своими мнениями, впечатлениями, что творится сегодня в округах. Но после успешно проведенного этого эксперимента с 10% пропорционального выборов депутатов, Нурсултан Назарбаев довел это до 100% способа или принципа избирания депутатов. И всех депутатов стали избирать по пропорциональному принципу. То есть депутатов составляют партии, партийные списки, включают туда всех, кого могут. И после того, как выборы состоятся, посчитают проценты. Естественно, под эти проценты подводятся депутаты. И, к примеру, партия Нуратан, которую возглавлял Нурсултан Назарбаев, он сам лично составляет список депутатов. И это его доверенные лица, его самые близкие люди. Ну и все мы знаем, что у нас нет никакой демократии, у нас нет никакой многопартийности. Были протопартии, они до сегодня присутствуют и имеют место в политической жизни нашего государства. Это протопартии, это есть преступники, которые сегодня создают у мирового сообщества видимость того, что у нас есть многопартийная система. Это самая настоящая ложь, это обман населения и мирового сообщества, что Казахстан, общество, политическая система многопартийная. Эта идея Нурсултана Назарбаева, она претворена в жизнь. Мы знаем прекрасно эти партии, как они создавались, и народные коммунисты. Когда на султан Назарбаев в пику к Абдильдину, коммунистической партии Казахстана, создал народную партию, и конкретно назвал человека и сказал, вот ты давай создавай партию, это будет партия парламентская. Ну и партия Акжол, мы тоже историю знаем, как она появилась, на фоне чего, и кто возглавил эту партию. Когда вчера он был членом партии Нуратан, а на завтра он становится членом партии Акжол, и в этот же день его избирают руководителем этой партии. Это я говорю о партии Акжол конкретно, и о ее лидере. Кто он такой, и кем он был, и кто он сегодня такой. Как видим, в этом плане у нас ничего не меняется. И Токаев не собирается менять, единственное изменил название главной партии, Аманат назвал эту партию. Но от перестановки названий или еще чего-то, ничего в обществе не меняется, и мы живем той жизнью, какой живем. Ну все говорят, что он сокращает на сегодняшний день депутатов. Ну давайте посчитаем. До этого времени действующий закон гласит о том, что в Мажелисе у нас работает 107 депутатов. 107 депутатов, из них 9 депутатов в Мажелис выдвигали Ассамблеи народов Казахстана. Да, здесь Токаев и люди, которые готовили эту реформу, эту норму, 9 депутатов от партии, от Ассамблеи народов Казахстана вывели. То есть предлагается к изменению 98 депутатов в Мажелисе. Это опять же повторение того, что было до того, как было принято решение наделить Ассамблею народов Казахстана правом делегировать 9 депутатов в Мажелис. То есть было 98 депутатов, и мы возвращаемся к тому, что было. Ничего нового Токаев и его команда не придумали. Смотрим Сенат. В Сенате было так, что султан Назарбаев с первого момента, когда был избран первый парламент Республики Казахстан, Мажелис, было 67 депутатов. Из них 7 депутатов было по списку, утверждался президентом Казахстана. То есть получается, что 7 депутатов было президентских, затем было принесено изменения, и он стал назначать 15 депутатов. Причем 8 депутатов пришло тоже от Ассамблеи народов Казахстана. Что делает Токаев? Токаев на глазах у всех говорит, что сегодня список президента будет утверждаться 10 депутатами. Как мы понимаем, у народа дух появился такой. Президент борется с чиновниками, которых не должно быть, по крайней мере, меньше не должно быть. На 30 с лишним процентов, на одну треть 33,3 процента сокращает количество депутатов в Сенате. Давайте посмотрим. Токаев хитро поступил. Он образовал три дополнительные области. Каждая область депутата, которые подчиняются непосредственно президенту, поскольку они избираются не прямыми выборами, а косвенным голосованием. Эти шесть депутатов, которые представляют новые области, они будут карманными депутатами президента Казахстана. Теперь смотрим. 10 назначает Токаев, плюс 6, которые приходят в Сенат от новых областей, получается 16 депутатов. Было 15, стало 16. Вот эти маленькие уловки, которые мало кто понимает, мало кто видит, они конкретно говорят, что в этой ситуации с парламентом у нас не все нормально, не все гладко. И это, мягко говоря, очковтирательство, если это не преступление по отношению к народу Казахстана и обман народа Казахстана. Смотрим дальше. Объявлено было о том, что будут выборы Акимов. Ну, по крайней мере, города республиканского подчинения, это Алма-Аты, это Астана, это Шимкент. Это те города, где можно будет проводить смело выборы Акимов этих городов. И что, как в народе говорят, слон пытается родить мышь. Предлагается такая система, якобы. Президент предлагает не менее двух кальдотур, а затем депутаты Маслехатов начинают из этих двух кальдотур подбирать того, кто им больше подходит. Я твердо убежден и хочу еще раз сказать, когда я был Акимовом города Алма-Аты, я еще в далеком 98-м году сказал нам султану Назарбаеву, давайте проведем выборы Акима города Алма-Аты всем населением. Пусть все жители избирают мэра Алма-Аты. Я пойду на выборы, я буду добиваться и добьюсь победы на этих выборах. Но тогда все были напуганы заявлением Лужкова, если вы помните, когда Съезд народных депутатов вдруг решил выразить вот у меня доверие мэру города Москвы Лужкову, а он сказал, нет, дорогие депутаты, вы ошибаетесь, вы не имеете права меня снять с работы, поскольку я избран населением города Москвы. И все. Депутаты умылись и ничего не смогли сделать. Но зато власть подсуетилась и ликвидировали выборы мэра города Москвы. И все встало на свои места. Тогда мне султан Назарбаев на фоне вот тех событий в Москве сказал, нет, рано еще избирать мэра Алма-Аты. Давай работай. И вот столько лет прошло, с 1998 года, сегодня 2022 год, мы топчемся на месте, хотя в далеком уже 2005 году я лично проводил эксперимент в Восточном Казахстане, и мы уже выбирали Акимов районов. Не сельских каких-то округов, которые сегодня говорят, давайте будем начинать с этого, с округов. Мы уже Акимов районов в порядке эксперимента выбирали. И вот сегодня опять бег по кругу. Это разве выборы? Это разве демократия? Это разве вовлечение населения Республики Казахстан в управление государством? Я твердо убежден, что необходимо объявить прямые выборы мэров города Алма-Аты, определить критерии, каноны, установить порядок и двигаться на прямые выборы мэров города Алма-Аты, города Астаны, города Шимкента. И на опыте этих городов нарабатывать следующий этап, уже через год, максимум через два, провести тотальные выборы всех мэров городов, областей, районов, поселковых советов и так далее. Вот тогда это будут выборы. А на сегодня это обыкновенная профанация. Далее смотрим, что происходит в дальнейших статьях, которые предлагает сегодня тот совет, который рассмотрел все эти предложения по реформе, которые должны были сыграть огромную роль в политической жизни населения Казахстана. Начинаю смотреть, но после статьи 91-й, где все-таки рискнул Тукаев, убрать из написания этой статьи форму, норму такую, заложенную основателем независимого Казахстана, первого президента республики Казахстана Елбасы, и его статус исключить. Они все заваулировали, хотели провести, чтобы он остался вот именно в этом отражении. Ну хорошо, здесь они пошли и все это дело убрали. А после этих всех статей уже идет просто-напросто замена одного на другое. О чем я говорю? О том, что сегодня Тукаев вернулся к Конституционному суду. И все следующие статьи, они идут по Конституционному суду. Коль такой институт появился, нужно расписать конкретно его полномочия, его права и обязанности, и порядок действий этого органа. И второй орган – это Высшая аудитерская палата вместо счетного комитета. Видите, как двое замены. Совет на суд, счетный комитет на аудитерскую палату. И дальше предложения идут только по этим двум институтам, которые ввел Тукаев. Для чего это нужно было вводить? Ведь ничего же не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. И сегодня Тукаев единственное, что добавил, что момент представления на председателя Конституционного суда и высшего судебного органа, который определяет всю политику судей в Республике Казахстан, там они записали норму, что согласие Сената назначает президент Казахстана. Но это, как говорится, в мертвом полипарке. Почему? Потому что это следствие. Я всегда привык смотреть в корень того зла. И твердо говорю, уважаемые казахстанцы, не поддавайтесь на эту утку Тукаева. Это просто профанация, это ложь самая настоящая. Сенаторы избираются не прямым голосованием, не на прямых выборах, а косвенно через выборщиков. А выборщики – это депутаты масляхатов всех уровней, которые собираются по представлению соответствующих лиц. избирают сенаторов, а избирают только тех, которые нужны власти. И эти сенаторы заседают потом в столице Казахстана и проводят политику президента и власти. Народ, который косвенно представляли депутаты масляхатов, уже эти сенаторы не знают. И они говорят сегодня, мы стоим над этими всеми моментами, мы работаем на государственном уровне. У нас в городе Алматы были такие сенаторы, мы с ними просто расстались потом. Когда мы обращались к ним, мы просили, чтобы из бюджета города Алматы не забирали деньги, а оставляли на развитие города Алматы, такие сенаторы нам говорили, это не наш вопрос, наша задача принимать законы и так далее. То есть власть уже подсуетилась и в мозги вбил этим сенаторам, что они не от Алматы, не от какого-то территориального округа пришли в сенат, а они, как манну небесную, вот их принесли, посадили и дали поручение заниматься только тем, что говорит президент страны. И на сегодня ничего не меняется. Необходимо срочно принять меры по выборам сенаторов, полноценным выборам, чтобы все избиратели по тому округу или по той территории, чтобы все люди, которые имеют право избирать и быть избранными, голосовали за этих сенаторов, которых они будут иметь в качестве кандидатов на выборах в сенат. Если только мы к этому придем, и следующий момент, извиняюсь, сегодня опять шелуха, такая шумиха идет, вот Токаев предлагает смешанную систему, пропорциональную с пажоритарной системой. Да, он предложил такой вариант, но процентное соотношение 70% это пропорционально, а 30% мажоритарная система. Это что такое? Это издевательство над людьми? Это кость, брошенная, так сказать, в горло? Вот нате вам хотите, вот давайте так будем работать. То есть, по крайней мере, должно быть, наверное, 50 на 50, 50% пропорциональная система, 50% мажоритарная система. А вообще, я бы пришел к тому, от чего мы ушли с 95-го года, когда мы проводили выборы по первой конституции 95-го года, когда все депутаты избирались по мажоритарной системе по одномандатным округам. А вот теперь, после того, что я вам сказал, вы, дорогие мои друзья и подписчики, и вообще казахстанцы, можете себе ценить, достойно ли назвать эти реформы, которые Токаев сегодня пытается претворить в жизнь, которые будут основополагающими, которые изменят Конституцию, как он сказал, что в 33 статьи внесено изменение, это больше 30% Конституции. всей Конституции. И что это будет вторая республика после того, как примут эти поправки? Дорогие мои друзья, подписчики, избиратели, да, нужно идти, мое твердое убеждение, идти на избирательные участки, получить свои бюллетени и проголосовать против этих реформ, которые предлагает президент и его команда. Это не реформы. Нужно начинать с самого главного. Выборы сенаторов, выборы депутатов Мажелиса. И все должно происходить с привлечением всего населения Казахстана. Хватит уже обманывать людей, обманывать народ, говорить, что это депутаты избранные, а они не избранные, они назначенные. И с назначенными депутатами без развития демократии ничего мы с вами добиться не сможем. Но это будет предмет моего следующего выступления перед вами, уважаемые мои друзья и подписчики. На этом я заканчиваю. Еще раз призываю вас всех пойти на избирательные участки, получить бюллетени, чтобы усложнить жизнь этой власти, которая, конечно же, будет фальсифицировать эти референдумы, итоги референдума. Спасибо вам за внимание. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok